Пока люди к рыху расслабились и, бодай, что перестали носить маски и корыстаться антисептиками, в Гомельском автопарке номер один меры профилактики коронавируса не переставали примать весны. Зараз у смоцнили еще больше. Например, вчера сюда привезли новую партию масок – 3000 штук. Запаслись и дезрастворами. Марина Северьянова проехалася по одним из городских маршрутов, а так само побывала в боксе опрацовки автобуса У. Геннадию Баранову, 76. Он один из немногих пассажиров 17 маршрута, который в салоне автобуса у маски. Кажет, что носит ее во всех громадских местах, да и просто на улице. Он уважливо прислуховывается до парад медиков. Упевнены, что маски нужно носить обовязково. По телевизору что объявляют? Носите маски, носите маски, носите маски. Они, кто хочет, носят, кто не хочет. У меня дочка-врач сказала, не снимай. И тебе 76 лет – это очень опасно. С пенсионером сгодна еще одна пассажирка – Катерина Баранник. Женщина каже, что маски – надейный сродок для профилактики коронавируса и отдают перевагу стерильным с тканины. Кондуктор 17 маршрута у маски и пальчатках. У Сумцы – антисептик. Женщина каже, что пандемия призвучала отказно относиться до своего здоровья и берешься ты, кто побоч. И намагания не прошли дарма. С початку весной эпидемии она ни разу не захворыла. Сейчас люди в основном ходят без масок. Есть процент людей, которые в масках, но основная масса ходит без масок. Конечно, надо обезопасить себя, носить по возможности маску, если у кого нет противопоказаний. И, конечно, следить за здоровьем и себя беречь. Как пассажиры, водители, кондукторы отшивали себе у большей беспеции, некольки разу на день и автобусы опрацовывают. Например, за сутки на ГТМеде идет 200 литров дезинфицирующего раствора. Каждый водитель, каждый кондуктор у нас имеет средства своей безопасности в виде маски. У кондукторов дополнительно перчатки имеются и средства дезобработки рук. Также на конечных пунктах существует у нас дополнительная бригада, которая проводит дезобработку салонового автобуса. Процедура выглядит следующим образом. Приезжает автобус на конечный пункт, заходят люди в специальные экипировки, им мы выдаем дезинфицирующие для обработки салона. Они проходят с пульверизаторов, обрабатывают сидения, поручни, протирают антисептическими средствами. На складах автопарка запас охонных сродков и антисептиков на 2-3 месяцы. По мере необходимости его пополняют. Учера привезли 3000 масок. А кроме забеспечения работников масками, пальчатками, антисептиками, для них, ящи с минулого года, зарабили фитобар. Каждый может бесплатно пить травяные напои для умоцования иммунитету. Бесплатно раздают и витамины. В начале пандемии, кажут на предприемстве, супрационнику, яке захворили на коронавирус, можно было полечить на пальцах одной руки. Довольно неплохая ситуация, гораздо меньше, чем это было весной. Практически мы работаем в том режиме, в котором мы были до эпидемии. У первого гомельского автопарка свыше 200 автобусов. На их працуют амаль три сотни водителей и 115 кондукторов. Каждый будний день автобусы делают в сукупности амаль 1170 рейсов по Гомеле. Марина Северьянова, Йогин Макенко, Телерадо, компания Гомель.